Добрый день! С Вами снова компания Кругмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей. Мы на очередной серии вкладка печи в моем загородном доме. И Сергей Иванович Иванов, печник, который я уже представлял и заклеиваю дверцу, так как потом будет вкладка и глина будет падать и края будут грязные. Чтобы не вымазать? Да, и когда морешь, уже там белые пятна остаются, надо будет покрашивать. А так ты ее закрываешь, скотчем. Очень удобная бумага, потом ее снимаешь полностью. Добро пожаловать на кирпич, чтобы не было нижних проблем, чтобы не было нижних проблем. И топка чистая. Сделал кирпич подлин. Сделал подрез. Так как у меня здесь болтик, который поджимает нержавейку. Проложил базальт и сам кирпич лежит уже на сухую, без раствора. Без раствора, значит, почему? В дальнейшем, когда расширяется сама топка, металл. Кирпич двигается чисто вот в этих щелях. И следующий кирпич, который второй лежит, уже не будет трещин. Это очень главное. Когда вы видите печку и видите, что здесь лежит кирпич, стыкуется. И внутри там бывают печники, закладывают уголок. То здесь всегда щель такая большая. И даже можно увидеть там огонь. Как? Нет, мне не надо вообще. Огонь не хочет. Для того, чтобы начать. Если вы вчера закончили печку, а сегодня вы хотите продолжить. Конечно, правильно надо пролить кирпич. Так как он весок за ночь. Питает влагу. Водичку не пожалеть. Ну и кирпич всегда надо замачивать. Да, обязательно. Потому что не замочный кирпич. Раствором уложим. И раствором он сразу впитывается в кирпич. То есть влага впитывается в кирпич. Кирпич высасывает. И для раствора, чтобы он работал, уже ничего не остается. И печка будет трестаться. Так. Сейчас увидим руку мастера. Как происходит непосредственно сама кладка. Вытягиваем раствор ровно. Минейная панель вверх. Пытается. Варочная панель. Топ. Собственно, варочная панель. Вот, где лежит. Сергей Иванович уже расположил. Там примерно будет. Еще, правда, должен ряд кирпича приподняться. Но скажу честно, я не хотел варочную панель. Так как мы городские жители, в принципе, и я думал, что у меня в доме будет газ-баллонный газ, газ-баллон, и, в принципе, греть, так сказать, готовить будем на газу. Но Сергей Иванович мне сказал, что лучше вставить, потому что это уже будет потом поздно. В печи должна быть хоть одна, допустим, комфорочная варочная панель. Все равно, если зимой, поставить туда чайничек, либо пожарить картошечку, тоже всем рекомендую. Лучше сделать варочную панель, она не помешает. Тоже элемент такого декора, будет проем печи, его можно там всегда как-то обыграть, задекорировать. И возможность тоже все-таки потушить, приготовить на печи, это отдельная тема. Вот, и зимой я могу чайничек, что-нибудь супчик на варочной панели, это приготовить. Вот, и так мне Сергей Иванович говорил, я считаю, это правильно. Да, иногда надо заказчику уговаривать. Ха-ха-ха, да. Вот, они на своем стоят, хотим, а ручку, конечно, сделать, значит, потом он будет жарить. Вот так, дорогие друзья, вы можете видеть, как работают печники. Да, печка выкладывается без уголков, без металла. Как раньше, раньше пользовались сводом. Вот, еще тут тоже свод. Сейчас мы... Здесь, значит, прокладывается иглопробивной мат, то есть базальт, базальт. И здесь металла не будет. А, в принципе, металл же, он тоже уголки эти прогорают, правильно? Со временем уголки они прогорают, и корежут, они гнутся. Вот, и потом, в дальнейшем, они просто раздвигают весь кирпич. И кирпич туда уже, получается, двигаются, значит, образуются трещины по печке. И вот это, значит, естественно, сейчас насмотрюсь тоже печеньком стану, Сергей Иванович. Пожалуйста. Тоже буду печкий класс. Так, также здесь, в топке, самокирпич укладывается на клин. Дальше, как и в случае, вот здесь уже прокладывается не горючий материал и тоже также засухой, без раствора. В дальнейшем, он тоже также будет двигаться в правой, влево и вверх. Уже не будет давать очередной. Ну и здесь прокладывается уже тепловой шов этим же материалом. Компания. Особенно наших зрителей может интересовать устройство топки. Болезненные места. Верхние кирпичи над топочной дверцей. Мастера обкруглили кирпичи. Это будет не объемный рисунок, чтобы оформить щиток, который входит в гостиную. В общем, наши мастера в виде ромба сделают красивый объемный рисунок. Но это еще не все. Сверху мне украсят печь таким способом. Вот так ребята делают на этом станке все подрезы. Кирпичи не закругляют. И так далее. С водой тут что-то целая система. И вот этот уже на две части. И вот этот уже на две части. Кирпичи не закруглили. Мы подняли разницу по высоте между печным и шамутным кирпичом. Так как шов разный. На печной кирпич чуть-чуть толще шов. А на шамутный уже совсем тонкий минимум. Мы шамутным кирпичом его разрезали и уложили. И так далее. Сейчас как раз у нас на одной плосписи будет уже вся поверхность. И в варочной панели вот в этой области будет находиться. Плита уже будет находиться. Но здесь еще закладываться будет. Мы подготовили печной кирпич. Сюда будет закладываться. Ложится сама плита. С зазором, да? Возьмите кирпич. Возьмите кирпич, чтобы плита с собой находилась. Угу. 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 Как бы все вот эти тонкости. Да, можно конечно и без этого делать. Просто на кирпич положить плиту. Как бы это возможно. Залить глиной. Но в дальнейшем она двигается. Все это тресывается. Но некрасиво и неприятно. Потом уже когда сама плита поднимается. Там щель, огонь видать, дымок. А здесь пусть укладненько сидит. Аккуратненько. Хотя возможно все есть. Есть станок. Есть руки. Есть голова. Можно подумать, как лучше сделать. Красивее. И по надежде. Да. Все с опытом. Вот видите уже. Это уже узор пошел. Ромбик вырисовывается. Нижняя часть ромба. Он будет у меня большой. Нижняя часть ромба варочная панель. Вот здесь вверх. Нижняя часть ромба, начнется эмоциональная панель. Вверх. Ну, вот здесь еще подработаем, подровняем. Сам базальт как раз дает расширение вот этой плиты, движение. Вот зазор убирает. Да, зазор, да. Ну и так же плита может нагреваться. Вот, и здесь уже у нас щель есть, именно та, которая для расширения сливки нужна будет. Так, не шатается всё чётко? Нет, да, всё чётко. Её можно всадить. Сейчас, как раз там внизу, блинка. А это вы дали зазор? Да, это мы выступ сделали на уровне везде. Вот, и потом в дальнейшем мы закруглим углы. Вот здесь углы будут закруглены. Ну и сделаем красоту. Ясно, отлично. Здесь у нас сделана задвижка. Она тоже положена на эту же базальт для расширения. Вот, раскрывается. И получается, что вот всего лишь из печки вот такой пруть. Здесь маленькая такая барашка будет. Это летний ход, да? Это летний ход, значит, вы можете использовать при раскопке. Для того, чтобы нагреть верх трубы. И у вас увеличивается тяга. И потом вы уже прогоняете, закрываете. И у вас дым идёт по нижнему каналу. И идёт уже по щитку. Ага. То есть, если летом пользоваться, печка греть не будет сама щиток? Да, сам щиток. Такая варочная панель будет, да? Вы захотели чайник приготовить для кашки. Вот, открываете. Вот. И у вас получается, что дым проходит уже напрямую. Проходит через сборов и выходит в трубу. В трубу. Вот. А зимой надо перекрывать. Он пойдёт через низ. Через все камеры. Уже пойдёт, уже будет нагреваться. Всё, понял. Отлично. И видите, как вы задвижку мне спрятали за угол. В принципе, её и не видно. Один будет только шарик, да? Да. Что здесь? В порядке. Отлично. Всё, далее. В порядке. Ну. Ура.